В Оренбурге половина восьмого пришло время новостей на канале Орен ТВ в студии Екатерина Звежкова вместе с нашими журналистами. Мы расскажем о том, каким стал этот понедельник для города и области. И вначале коротко о том, что вы увидите в ближайшие 20 минут. Первый месяц, как природа на Оренбургской земле, с какими трудностями столкнулся оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами и какие у него перспективы. Смертельные выходные. За последние несколько дней в авариях в Оренбургской области погибли 4 человека. Доверчивость и острая нехватка денег привели к еще большим долгам. Десятки оренбургцев набрали кредиты в банке, поверив лжеброкерам. Почему мужчина-инвалид не может получить льготные тест-полоски для глюкометра? И куда обратиться многодетной матери, чтобы получить льготы на проезд по общественному транспорте? Ответы в рубрике «Дежурный корреспондент». Женщине из Акбулака следственный комитет предъявил обвинение. 31 января она убила своих сыновей 2 и 7 лет. Признательные показания она отдала, но мотив не смогла объяснить суд. Избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся экспертизы. А тем временем в Бузулукском районе сотрудники полиции выясняют причину отравления 2-х и 4-х летнего малышей. Дети доставлены в больницу с диагнозом отравления неизвестным ядом. Предварительно установлено, что они остались без присмотра родителей и выпили таблетки. Сейчас им оказывается медицинская помощь. За первый месяц работы достаточно вопросов. Откуда лишние люди в квитанциях и как получаются такие большие суммы. За вывоз мусора оренбуржцы уже в ближайшие дни заплатят по-новому. Не с квадратного метра, а с человека. Напомним, по утвержденному тарифу жители многоквартирных домов выложат по 101 рублю 50 копеек. А в частном секторе вывоз мусора обойдется на 17 рублей дороже. За временем уже сейчас возникла путаница. Те, кому предстоит собирать население деньги, уже готовятся к новым долгам. Сегодня разъяснение озвучили представители регионального оператора. У многих наших клиентов остались долги еще перед теми поставщиками. А поскольку компания природы другая, то соответствующим образом в счете именно эти люди увидят у нас две строки по мусору. Через несколько месяцев, когда будет расти задолженность по услугам, энергосбыт будет осуществлять все свои стандартные процедуры по собиранию денег. Ну, то есть, обзвоны клиентов, претензии и исковая работа. Однако были сбои у тех, кто собирает плату. Региональный оператор воспользовался списками энергетиков, а они оказались неточными. Среди прописанных в Солилецком городском округе оказались мертвые души. У нас были не очень хорошие ситуации в Солилецком районе. И те, кто получил эти платежки, мы приносим свои извинения. Но, уважаемые коллеги, основная причина просто в том, что люди не выписывают выехавших и ушедших людей. То есть, здесь такой процесс он совместный. За сбор денег региональный оператор платит энергетикам 5% от собираемых средств. Львиная доля 70% идет на транспорт. В парке природы 160 грузовиков. Остальные деньги идут на содержание полигонов. И штата сотрудников в одну тысячу человек заявили в природе. Чтобы люди сортировали свои отходы на стекло, бумагу, пластик и обычный мусор, региональному оператору, как оказалось, невыгодно. Это увеличивает затраты на топливо машин, которые будут ездить по одним точкам, но забирать разный мусор. Тем временем, от прежней площадки строительства мусорного завода в Ворске оператор по работе с твердыми бытовыми отходами отказался. Однако, от самой идеи нет. Емкости полигона по захоронению мусора на востоке области пока туманные. Напомним, арчане ранее били тревогу по поводу того, что в ближайшее время на расстоянии менее километра от города может появиться, по их мнению, вредный для здоровья завод. Даже писали обращение президенту в сентябре. Орск стал не единственным российским городом, где жители возмутились проводимой так называемой мусорной реформой. Волна митингов против мусоросжигательных заводов прокатилась минувшим воскресеньем по многим регионам страны, в их числе и соседний Екатеринбург, Архангельск и даже Москва. На этом участке земли возле Новотроицкого шоссе Орская администрация вместе с областным правительством планировали построить мусорорерабатывающий завод. По кадрам видно, что находится он в непосредственной близости от жилой застройки. К тому же, как выяснили активное арчане, эта территория имеет любопытную кадастровую историю. Участок действительно поставлен на кадастровый учет в 2007 году. При этом значится, что это земли поселений. Цель использования – это строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном для сохранения отходов. Законодательство и до 2007 года, и после 2007 года запрещает захоронение в границах населенных пунктах. Население не согласно с выбором данного места. Считает, что население на себе будет испытывать негативные последствия от строительства данного завода. Мне бы очень хотелось, чтобы мнения населения все-таки в итоге учли. Вот прислушиваясь от прежнего места, площадки отказались, но мусор собирать могут по-прежнему. В этом году нам предстоит корректировка, и очень серьезная корректировка – это территориальная схема. Мы сегодня там везем на старый полигон в районе Победы, и этот полигон работает, он справляется с теми объемами, которые есть, и в соответствии с территориальной схемой у них запас как минимум еще на год. Тем не менее, от идеи строительства комплекса на востоке Оренбуржья региональный оператор не отказывается и ждет новых согласований с Москвой, ждет разрешения на открытие новых полигонов для складирования твердых бытовых отходов в уже имеющемся 11. Территория нашей области бескрайняя, а плотность населения невелико. Никакой логистики сетует в обществе природы. В планах оператора строительство двух перерабатывающих комплексов, один на востоке, другой в центральной зоне. Если говорить про восток, он будет производить топливо для предприятия, производящего цемент. Производимое в центре вторичное топливо, вероятно, будет использоваться на ТЭЦ. Однако, в соответствии с областной программой, стройка начнется не раньше 2023-2024 годов. Второй завод, где с территории не возникало спорных вопросов, разместится под Сулелецком. Несмотря на то, что в Оренбурге освоено производство из отходов полипропиленовых канализационных люков и тротуарной плитки, 90% всего мусора сядет на полигонах. На самое проблемное кресло сегодня состоялось очередное назначение в мэрии. Управление жилищно-коммунального хозяйства сегодняшнего дня возглавил Дмитрий Жуков, бывший заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции. Соответствующий приказ подписал глава города Дмитрий Кулагин. Напомним, ранее эту должность занимала Татьяна Малышева, которая уволилась в канун Нового года. Дмитрий Жуков работал в Государственной жилищной инспекции с 2009 года, был заместителем начальника, уволился из управления 4 месяца назад. С того момента возглавлял управляющую компанию лифтовым хозяйством «Лифтсервис». С понедельника Дмитрий Жуков назначен начальником УЖКХ. Как ранее отмечали в мэрии, проблемная и важная структура для города не должна долгое время находиться без контроля. Напомним, что по решению главы города и горсовета, два ведомства УЖКХ и Управления жилищной политики будут объединены в одно ведомство. Поджег квартиру и засорой в одном из домов на улице Чкалова. Произошло возгорание. Соседи увидели дым и вызвали пожарных. Как оказалось, 60-летняя хозяйка квартиры поссорилась со своим сыном и выгнала его из дома. На следующий день, когда женщина ушла на работу, ее сын вернулся, облил квартиру керосином и поджег. Злоумышленника поймали, и теперь он рискует оказаться за решеткой на 5 лет. А вот выходные выдались трагическими. На трассах Оренбуржья произошло несколько аварий, в которых погибли люди. В рубрике «Ориентировка» все подробности. Два человека погибли, 10-летний ребенок в тяжелом состоянии в больнице. Стали известны подробности страшного ДТП под Оренбургом. В воскресенье недалеко от села Нижняя Павловка столкнулись «Мерседес» и «Вазовская десятка». По предварительной версии, водитель отечественной легковушки, выезжая со второстепенной дороги на перекресток, не уступил дорогу иномарки, которая ехала по главной дороге и врезался в нее. Тела погибших спасатели доставали с помощью специальных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний водитель автомобиля «Ваз» и его 37-летняя пассажирка скончались на место происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Несовершеннолетний пассажир автомобиля «Ваз-21104» был госпитализирован в лечебное учреждение города Оренбурга. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. У ребенка врачи диагностировали перелом основания черепа. Водитель «Мерседеса» не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют все детали аварии, проверяют также, не был ли нарушен скоростной режим. В Оренбурге пожарные два часа. Тушили горящий дом в частном секторе в поселке Кушкуля. Этой ночью произошло возгорание. Пламя распространялось быстро, загорелась крыша. Тушили огонь 15 спасателей, 4 единицы техники. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Люди успели спастись. Пожар повредил 48 квадратных метров дома. Причину ЧП эксперты еще выясняют. В Дамбаровском районе водитель Лады Гранта не справился с управлением. Сначала машина столкнулась со сканией, которая ехала в попутном направлении, а потом опрокинулась в кювет. В больницу с травмами госпитализированы водитель и 7-летняя девочка. 36-летняя женщина, которая также находилась в сауне Гранты, погибла на месте. По факту аварии проводится проверка. Погиб на трассе, а на третьем километре автодороги Бугуруслан-Старая-Кутлумбетьева. Водитель ВАЗовской десятки сбил пешехода. 47-летний житель Осикеевского района двигался в попутном с автомобилем направлении. После удара от полученных травм скончался на месте. Очевидно, в темное время суток водитель не заметил на обочине пешехода. Светоотражающие элементы на одежде погибшего отсутствовали. О обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Сейчас совсем немного рекламы. Сразу после нее вернемся и продолжим рассказывать о новостях. Будьте с нами. Мы вновь в эфире с новостями продолжим. Заверчивость и острая нехватка денег привели к еще большим долгам. Десятки оренбургцев набрали кредиты в банке, поверив лжеброкерам. Более 40% молодежи хотят покинуть страну. Сохраняется ли эта тенденция в Оренбурге? Почему мужчина-инвалид не может получить льготные тест-полоски для глюкометра? И куда обратиться многодетной матери, чтобы получить льготы на проезд в общественном транспорте? Ответы в рубрике «Дежурный корреспондент». Закрыты на карантин классы и даже школы. Но пока эпидемии по гриппу и ОРВИН нет. Напомним, сейчас непростая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в 23 регионах. В Курганской области в результате эпидемии закрыли все школы. Также образовательные учреждения закрывают в Перми, Екатеринбурге. Эпидемический порог превышен в Красноярске и Саратове. По данным Роспотребнадзора, в Оренбурге ситуация пока не столь критична. Сейчас у ОРВИ и гриппом в Оренбурге заболели около 4 тысяч человек. Это на 10% больше, чем было две недели назад. В оренбургских школах на карантин закрыто три класса. Также закрыли 8 образовательных учреждений по области. Отметим, что для закрытия на карантин достаточно, если заболело больше 20% воспитанников. Врачи напоминают, стоит пользоваться масками в общественных местах, чаще проветривать помещения. И отправлять домой заболевших сотрудников или школьников. Специалисты отмечают, что в основном болеют непривитые жители нашей страны. В этом году вакциной воспользовались около половины россиян. И добавляют, главное, не заниматься самолечением. Доверчивость и нехватка денег. Путь к разорению. В редакцию РЕН-ТВ снова поступают жалобы от пенсионеров и тех, кому срочно понадобили средства. На их сложной жизненной ситуации крупные суммы денег зарабатывают лжеброкеры. Пострадавшие, как один, обращали внимание на объявления о подработке. И пообещали зарплату 1000 рублей в день. После звонка в офис, менеджеры компании, которые, по заверению людей, периодически меняют свое название, приглашали на собеседование. А уже оттуда они выходили обремененными кредитами от нескольких десятков тысяч рублей до миллиона. Все, кто пришел в редакцию, не захотели открыто говорить, в какую кабалу ввязались по собственной доверчивости и безграмотности. У многих родственники даже не в курсе их проблем. Но эти интервью в назидание другим быть внимательными и не поддаваться уговорам мошенников. И первый день действительно учили. И второй день учили заполнять какие-то таблицы по компьютеру о движении валюты на фондовом рынке. Хоть я ничего не понимаю, но этому научились две колонки. Еще там надо две колонки. А дальше, говорят, очень сложно. Не знаю, сможете ли вы и так трудоемко и сложно. Знаете, мы вам предложим другой вариант, очень хороший. Мы открываем вам счет. Я работаю. Я прекрасный специалист. Я очень хочу вам помочь. Я работаю на этом счете, зарабатываю. Ну, мне отходит небольшой процент. Остальное вам. Кредит ваш мы погасим. Когда говоришь, у меня нет денег. Кредит ваш мы погасим за два месяца. Я говорю, мне не дадут кредит. У меня уже возраст. Дадут. Тут же появляются три добрых молодца на машине. Везут в один банк. За пять секунд тебе дают кредит. Без правок, без всего. Ну, пенсию называешь. А скажите, у вас дополнительные заработки? Ну, говорит, дополнительные. Сто тысяч. Это вам мало. А, сто тридцать три. Это вам мало. Давайте еще в один банк. Тут же. Тут же дают. Дают. То есть, большие суммы. Людям, у которых даже реально работы нет официальной. То есть, дают, не глядя. Мне вот 600 тысяч дали. 120 я заплатила этому кредитному специалисту, как они назвали его, за то, что он оказал мне такую услугу. 350 якобы перевели на мой счет. Потом счет был удален. Пришло сообщение мне на почту. Привозишь эти деньги. Сразу. У меня 80 тысяч оттяпали. Сразу за учебу. У меня были такие глаза. Ну, как это так? 80 тысяч. 8 тысяч 1 час с 10 занятий. Да вы не обращайте внимания. Я же буду работать. Вы можете вообще на занятия не ходить. Чтобы на счет эти деньги свой положить торговый. И подключался у них якобы инвестпортфель, который разработал кто-то у них умненький. Инвестпортфель тоже стоил 100 тысяч. Обучение 50 тысяч. На это все мы ложили. Будет работать трейдер. И они заработают. И менеджер заработает. И трейдер. И я заработаю. Мне обещали за 3 месяца. Это вот. Все. Долг отдать. И я затем уже буду работать. Для себя. У меня минимальная пенсия. Я хотел заработать на ремонт. И немного детям помочь с ипотекой. На ипотеку немного. Ну, общая сумма долг сейчас. Большая сумма. Огромная миллиона рублей. За 3 месяца погасим все долги, все кредиты. И потом будем жить пропиваючи. То есть мне так обещали. Не было бы детей, наверное, только петля была бы. Я ради них только живу. Таких обманутых, говорят пострадавшие, десятки не только в Оренбурге, но и по всей стране. Очередная группа людей обратила заявление в полицию и следственный комитет. Молод да зелено и желают уехать за границу. Новые данные опроса огласили социологи Левада-центра. Эмигрировать из страны желают более 40% молодых россиян. По проведенному опросу 41% молодежи хочет покинуть страну. Это россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Меньше всего уехать за границу хотят люди старше 55 лет. Среди них отправиться на ПМЖ в другие страны готовы лишь 5%. Всего эмигрировать желает каждый пятый опрошенный. Жители городов, в котором население составляет более 100 тысяч человек, стремятся покинуть страну чаще, чем сельские жители. Среди оренбуржцев тоже мнение разделили. Среди тех, кого наши корреспонденты повстречали на улицах города, половину все устраивает в России. А другие же считают, что покинув родину, смогут получить больше возможностей для реализации. Из страны нет. Почему? Все устраивает абсолютно. Нет, не хотел бы. Я здесь родился, вырос. Почему бы мне сделать так, чтобы здесь жить было лучше моим детям? Да, конечно. Почему? Ну, заработок, поиски. Там перспектива лучше, карьерный рост, возможностей больше. Конечно. Почему? Ну, не нравится мне эта страна. Да нет, зачем? Нет. Почему? Здесь нормально. Я не уверен, что хотел бы уехать насовсем, но пожить некоторое время в любой другой стране. Наверное, считают, что в другой стране у них больше возможностей будет себя реализовать. Нет. Не знаю, мне здесь удобнее жить. Нет, не хотел. Ну, потому что это моя страна. Везде есть свои проблемы, везде есть свои минусы и плюсы, поэтому умом России не понять. Пока у одних не получается сэкономить на проезде даже с помощью карты, другие не могут получить льготные средства диагностики сахарного диабета. С чем связаны эти сложности, выяснял наш дежурный корреспондент, слово Марии Фирсовой. Не удается сэкономить на проезде многодетной матери Любови. Она отвозит ребенка из поселка Берды в школу, которая находится на улице Ткачева. Проезд на 18-м автобусном маршруте, по словам Любови, дорогой. 24 рубля. К тому же льготная карта школьника на этом маршруте не действует, сетует женщина. Она недоумевает, с чем это связано. Директор 18-го автобусного маршрута Валентина Сергеевна Болмасова объяснила, что в автобусе принимаются только те льготные карты, которые выданы соцзащитой. В Министерстве социального развития Оренбургской области сказали, что Любови нужно позвонить в комплексный центр социальной поддержки населения в Северном округе. Диспетчер рассмотрит проблему и решит, как помочь многодетной матери получить льготы на проезд в общественном транспорте. Сколько можно ждать? Этим вопросом задается Юрий Олегович. Уже неделю он не может получить льготные тест-полоски для глюкометра, которые ему жизненно необходимы. В Минздраве в отделе лекарственного обеспечения и мониторинга расхода лекарственных препаратов подтвердили, что есть перебои с выдачей тест-полосок. Сейчас ведутся торги по закупкам льготных тест-полосок. Возможно, уже на этой неделе они появятся в аптеках. Арман Буданов может не беспокоиться о потерянных водительских правах и банковских картах. В субботу на улице Мира их нашел Валерий, который готов вернуть документы Арману. Номер телефона Валерия есть в редакции. Интересные новости, информацию о находках мы ждем от вас по будням в рабочее время. Звоните в редакцию, номер телефона на ваших экранах. Активный отдых горожан в выходные начался еще в минувшую пятницу. В Оренбурге прошел вечер на коньках. Более 20 тысяч оренбуржцев решили показать свое мастерство скользить по льду, а кто-то пришел подтянуть навыки. Как это было, смотрите далее. А мы с вами увидимся в 23 часа. 57 площадок превратились в места отличного настроения. Поучаствовать в акции «Вечер на коньках» пожелали многие. Кто-то приходил всей семьей, кто-то с друзьями. Под динамичную музыку парами и в одиночку любители активного отдыха двигались по льду. Поддержать и поприветствовать горожан на стадионе Оренбург прибыл и глава города Дмитрий Кулагин. До окончания календарной зимы осталось всего 4 недели. Давайте будем наслаждаться каждым морозным зимним днем. Желаю вам от души покататься, отдохнуть. Извините, сегодня я не на коньках. Через год обещаю, выйду на коньки. Такие спортивные акции стимулируют к качественной работе, говорят представители администрации, которые сами в этот вечер покинули рабочие кабинеты, чтобы встать на коньки. Замечательный праздник. Седьмой год он проводится. И те, кто были сегодня на кортах, видят, насколько его любит население. К этому празднику мы очень будотворно готовимся. И все корты содержатся в хорошем состоянии. По настроению на катке было понятно, что большинству акций пришлось по душе. Горожане даже немного посетовали, что такие вечера нужно проводить чаще. Очень люблю кататься на коньках. И такое мероприятие позволяет выйти, наконец-то, с друзьями после работы, прогуляться на свежем воздухе. Очень круто, что у нас в городе проходят такие мероприятия. Каждую неделю такие праздники нужны нам в городе, чтобы люди были позитивные, радостные, чтобы меньше зла было у нас. В такие холодные зимние вечера нужно что-нибудь веселое, обязательно, согревающее. Этот вечер закончился позитивно. И многие оренбуржцы рассказали, что постараются почаще выходить на лед, пока не закончилась зима. В ближайшие сутки в нашем крае облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег, в отдельных районах сильный, местами метель. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночи минус 17-22 градуса, местами до минус 29. Днем минус 13-18, местами до минус 25. В Оренбурге облачно с прояснениями, снег, слабая метель, ветер восточный, юго-восточный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночи минус 20-22 градуса, днем минус 16-18. Продолжение следует...